Сегодня мы продолжим изучение практических вопросов мессианской еврейской жизни. До настоящего момента мы говорили о ее библейском основании. Мы говорили о призвании Израиля, призвании еврейского народа. Мы увидели исполнение этого призвания через еврейские писания, а также в писаниях Нового Завета. Это призвание не было отменено. Даже если верующие евреи исчезли, Бог также остается верным еврейскому народу. Мы знаем, что в будущем будет восстановление и надежда. В течение восемнадцати веков евреи были скитальцами, испытывали гонения и изгнания, принудительное обращение в христианство от имени тех, кто претендовал на звание верующих Вишуа. И мы можем увидеть действие Сатаны, который вбивает клин между евреями и их судьбой в Мессии и призванием. Все же Бог сохранил еврейский народ через Тору, обычаи и традиции. Мы увидели, как за последние тридцать-сорок лет в наше время Бог воскресил мессианское движение верующих евреев, которые исполнили это призвание в Мессии и поднял мессианские общины. Также мы видели начало пробуждения в Церкви, когда Церковь начинает понимать, что произошло в прошлом. Не вся Церковь, но некоторые представители настоящей Церкви начинают понимать несправедливость по отношению к еврейскому народу и понимают призвание еврейского народа. Даже веруя в Вишуа, евреи должны исполнять призвание евреев в своей жизни. Мы можем иметь свои общины и выражать нашу веру в Вишуа в еврейском культурном контексте. Конечно, мы знаем, что внутри еврейского общества существуют различные течения, о чем мы говорили. Кроме этих отличий, существуют также культурные отличия. Две основные культурные группы Ашкенази и Сефарды. Сефарды проживали на территории Испании и Португалии. И они эмигрировали в Северную Африку и Средний Восток. Ашкеназы в основном из России, Польши и Германии. Типичное в истории еврейского народа, где бы они ни жили, они начинают перенимать некоторые культурные особенности той среды, в которой они жили. Например, среди русских евреев или польских евреев. Характерная музыка тех евреев очень похожа на русскую музыку. Музыка евреев арабского мира Звучит очень по-арабски. Поэтому мы переняли культурные особенности людей, в чьей среде мы живем. Языковые отличия, различная еда также основывается на том, из какой географической местности мы родом. Различная одежда. Была написана книга «Еврейский культурный гобелен». Которая рассказывает о различном происхождении разных групп евреев. И как на них повлияла культура различных стран. И если вы посетите синагогу в Соединенных Штатах, которую посещают в основном ашкеназские евреи, она будет очень сильно отличаться от синагог и в испаноговорящих странах, где в основном живут сефарды. Проживающие в арабских странах, такие как Ирак, Сирия, также имеют свои отличия. Поэтому иудаизм на самом деле не является адамразным проявлением поклонения, но на него оказали влияние на протяжении многих лет различные культуры, в которых мы проживаем. Даже в наше время у нас есть различные обычаи. Пасхальный седор сефардов отличается от седора ашкеназских евреев. Различная еда, различные обычаи. Вызов к нам, как мессианским евреям, состоит в том, как мы интегрируемся в еврейскую культуру с нашей верой в Ишуа. Нам хочется думать, что мы поклоняемся так, как поклонялись верующие первого века. Например, верующие евреи в Иерусалиме. Но на самом деле мы многого не знаем. И за двух тысяч лет истории и мы живем в сравнительно другой культуре, чем Израиль первого века, поэтому невозможно воссоздать именно то, что было в прошлом. Существует отличие в авторитете между раввинистическим и мессианским иудаизмом. Оба эти термина дают большой простор, так как в них есть много общего. Но существует основной принцип, который мы должны понять. Когда мы говорим о раввинистическом иудаизме, состоящем из еврейских общин под руководством раввина, которые не верят в Ишуа, основа раввинистического иудаизма — писание Талмуда и писание раввинов. Авторитетом и основанием мессианского иудаизма должен быть Ишуа. Помните, вчера вечером мы говорили о 18 главе Матфея, где Он говорит, что дает ключи Царства ученикам, и Он дал им власть, чтобы здраво судить внутри новой общины. И Ишуа является основанием общины. Поэтому в конфликте мессианского и раввинистического иудаизма, когда мы называем себя верующими в Ишуа, мы должны стать на стороне Ишуа. В еврейской общине раввины обладают властью. Что бы они ни сказали, это воплощается. И они основывают это не только на Торе, но также и на Талмуде и писаниях раввинов со времен Талмуда. Есть книга или трактат в Талмуде под названием «Пиркей Авот», что означает «высказывание отцов». В первой главе «Пиркей Авот» сказано, закон был дан Моисею, Моисей передал его Иисусу Навину, Иисус Навин передал его и Эздра мужам Великого Собора. Поэтому они видят эту преемственность передачи Торы, но они также включили в нее и устную Тору. Другими словами, основание раввинистического иудаизма «Устная Тора», которую теперь мы называем Талмуд, была дана Моисею на Синае так же, как и письменная Тора. Но я хотел бы сослаться на один отрывок в 31 главе книги Второзакония, в 24 стихе. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня. Там сказано, что Он написал от начала до конца весь закон. Поэтому это противоречит верованию раввинов, что был дополнительный закон, который не был записан. Устный закон, о котором мы говорили вчера, несет в себе некоторую обоснованность. Он помогает нам понять, как раввины интерпретировали определенные заповеди, как применять заповеди, как воплощать их в жизнь. Но они не могли найти общего языка между собой. Из евангельских историй мы видим, как Ешуа принимал участие в этих дискуссиях и дебатах относительно устной традиции. Но все же в этом есть много хорошего. Очень многое в мессианских общинах соответствует раввинистическим традициям, которые сами по себе хороши. И помогает нам увидеть картину иллюстрации к заповедям Бога. Хороший пример этому — когда мы зажигаем свечи на шаббат. Не существует абсолютно никакой заповеди о шаббате в Писаниях, в Торе, что мы должны зажигать свечи в шаббат. Тогда откуда появилась эта традиция? Это раввинистическая традиция, которая дает замечательную картину, а именно в понимании Нового Завета, что Ешуа — свет миру. Поэтому мы должны различить Духом, так как нам нужна Тора и Дух. какие традиции и обычаи совместимы с нашей верой в Ешуа и согласуются с тем, что мы называем порядком Нового Завета. Мы должны понимать, что Новый Завет — это лучший Завет. В Новом Завете существует полнейшее откровение об Ешуа, откровение о Боге. Поэтому в Послании к Коринфянам Равин Шауль говорил о Ветхом Завете. И он сказал, что в Ветхом Завете есть слава, но в Новом Завете неприходящая слава. Это большая слава. Поэтому все, что бы мы ни делали, должно быть сконцентрировано вокруг Ешуа, что не конфликтует с Торой, если только мы сосредотачиваем внимание на Ешуа и думаем, что мы делаем и зачем мы это делаем и вполне осознаем значение. Мы можем вдохнуть жизнь Ешуа в эти традиции и обычаи. Нет ни одной заповеди для свитка Торы. Нет ни одной заповеди, чтобы у нас было служение на Шаббат. Нет ни одной заповеди, чтобы мы брали Тору и маршировали с ней по собранию. Все это традиции. Это хорошие традиции, потому что они привлекают внимание к Слову Божьему в Торе. И есть определенные вещи, которые очень сильно помогают нам отождествить себя с еврейским народом, не следуя которым, мы бы нарушили нас завет или ответственность перед еврейским народом. Например, кипа. Нет заповеди носить кипу. Кстати, это стало традицией только в средневековый период. Почему мы носим кипу? Если вы носите кипу, что лучше, чтобы вы знали, почему вы ее носите. Хорошо? Да, это традиция. Ношение кипы стало традицией во время молитвы или учебы как знак почтения к Богу, что мы находимся под покровом Бога. Это стало основным отличительным знаком евреев. Поэтому, если вы не носите кипу, то это стало бы противоречием нашей ответственности как верующих евреев. Мы отождествляем себя с определенными аспектами и делаем определенные вещи, и это формирует культуру. Есть определенные универсальные факторы в еврейской культуре. Независимо от того, являетесь ли вы евреем ашкенази или сефардом, или африканцем, где бы то ни было, мы должны это принимать. Итак, Тора и порядок Нового Завета. Когда мы рассматриваем традиции и обычаи, которые не являются заповедями Писания, то хорошо было бы рассмотреть определенные вопросы. В конспекте дан их перечень. Наверное, вы подумали, что мы вообще забыли о конспекте, да? Поэтому эти вопросы мы можем задать себе в отношении некоторых традиций и обычаев. Согласуются ли они с жизнью Нового Завета? Какова наша мотивация? Если вы носите кипу, вы должны знать, почему вы ее носите. Из-за того ли, что все остальные ее носят? Или вы думаете, что становитесь более духовными, если будете носить кипу? Или же это ваше внутреннее убеждение? Что бы сделал Ешуа? Принял бы он это или принимал, когда жил на земле? Становимся ли мы ближе к Богу? Ободряет ли это других? Приближает ли других к Богу? Или же отвлекает от Бога? Усовершенствует ли это царство? Или же это становится причиной разделения? Не все, что является причиной разделения, неправильно. Иногда мы следуем за Богом, и это становится причиной разделения. Потому что, может, люди не хотят следовать за Богом таким образом. Несколько примеров. Несколько примеров. Один пример связан с соблюдением шаббата. Шомер-шаббат. Мы больше поговорим о шаббате, когда дойдем к разделу обычаев. Но есть мессианские евреи, которые очень строги в отношении шаббата. А некоторые очень расхлябаны. Каждый должен быть убежденным и должен сам искать Господа. Но это не должно стать законничеством. Потому что Иешуа сказал, что человек для шаббата. Извините, шаббат создан для человека, а не человек для шаббата. Поэтому мы не должны стать рабами шаббата, но он должен быть благословением. Это может стать источником законничества. Или кашрут. Мы о нем говорили уже. Я верю, что наилучший план Бога для нас следовать тому, что Он сказал, «В своем слове относительно тех животных, которые подходят в качестве еды». «Но еда не делает меня более духовным». Кто-то спросил меня, «Попадут ли они на небеса, если они кушают свинину?» Я ответил, «Да, вы попадете на небеса». «Просто быстрее туда попадете». Это была шутка. Поэтому мы не хотим превратить это в законничество. Некоторые мессианские евреи с целью достижения некоторых ортодоксальных общин полностью приняли и практикуют рабинистический кашрут. Это нормально. Но снова нужно исследовать сердце, чтобы узнать мотив. Человек не становится более духовным благодаря идее. По крайней мере, это мое мнение. Еще пару примеров, у которых говорят мессианские верующие. Например, цицит. Кисточки. Это верно, что, вероятно, в первом веке в Израиле носили цицит на углах своей одежды. Мы знаем, что Иешуа носил цицит. Мы знаем историю у женщины, у которой было кровотечение, которая ухватилась за цицит Иешуа и была исцелена. Типично в те дни они носили внешнюю одежду. на которых были кисточки. Они носили их постоянно. И это было частью обычной одежды того времени. Со временем стиль одежды изменился. и они начали носить предметы нижнего белья, на которых находились кисточки и лицицит. Также из них возник талит, который носили на шаббат и во время вечерних молитв. Поэтому некоторые мессианские евреи убеждены, что они должны носить цицит. И это нормально. Талит на шаббат также может исполнить этот обычай ношение цицит. Еще один пример тфилин. Знаете, что такое тфилин? Кто из вас не знает, что это такое? Тфилин изготовлен из кожаных полос, которые обвязываются вокруг руки с коробочкой, в которой находится текст молитвы Шма. И один прикрепляется к голове, который прикрепляется с помощью кожаных полос. ортодоксальные евреи каждое утро одевают тфилин и талит и молятся утром. Давайте продолжим. Мы должны остерегаться гордости и законничества, потому что я видел еврейских верующих, которые погружались в раввинистический иудаизм, упали в законничество и гордость и иногда даже ушли от Иешуа, потому что иудаизм стал более привлекательным для них, стал какой-то религиозной нормой в их уме, что увело их от Иешуа. Вот почему мы должны курениться в Иешуа в нашей новозаветней вере. Мы говорили об основах власти в раввинистическом и мессианском иудаизме. Рассмотрев все эти разнообразные практики, помните, что это обычные практики еврейской общины. И если мы называем себя мессианскими евреями, то они должны быть общеприняты и для нас с одним только отличием. Я верю, как мы сказали раньше, любое проявление еврейской культуры может содержать мессианское послание. Или же любое проявление еврейской культуры может иметь корни в вере Нового Завета. И как верующие евреи, мы из всех евреев должны проявлять все это в самой ее сущности. знать, что наше историческое библейское призвание отличается от призвания других земных народов. Это перечисление общепринятых обычаев. И это только некоторые примеры. шаббат и праздники. И завтра мы уделим время рассмотрению шаббата и праздников. это основополагающие принципы нашей веры, как еврейских верующих. мы говорили о мессианской еврейской жизни. шаббат и праздники фундаментальны. третий пункт кашрут вероятно, вы знаете, что большинство евреев не соблюдают кашрут. меня очень удивляет, что христиане, языческие верующие, думают, что все евреи соблюдают Тору. что все евреи знают Тору. я разговариваю со многими языческими верующими, которые общались с евреями. они удивлены, что евреи не знают даже своих писаний. я не знал писаний до того, как уверовал. когда я был еще ребенком, я изучал Тору на иврите и мало что понимал. пророческие книги в Писании и Псалтырь я не знал. вероятно, 95% евреев в наше время ничего не знают о Торе. наравне с этим большинство евреев не соблюдают кошер. большинство евреев едят свинину и для них это не представляет никакой проблемы. даже если мы говорим, что это общепринятая практика, в реальности большинство евреев не практикуют кашрут. большинство евреев не хранят шаббат. большинство евреев отмечают праздники только один-два раза в году. большинство евреев посещают синагогу только на Роша-Шана и Йом-Кипур. обычная синагога будет забита людьми на Роша-Шана и Йом-Кипур. но весь год может только горсточка людей приходит каждый шаббат. четвертый пункт любовь к Израилю и народу Израиля. снова, это часть нашего неотменяемого призвания, чтобы мы поддерживали связь со страной, чтобы у нас были взаимоотношения с верующими в земле. я знаю, что к вам приезжал наш брат Эйтан Шишков и я уверен, что тот энтузиазм, который он передал вам, и откровение, и видение в отношении земли израильской, мессианской общины. поэтому это должно стать обычным проявлением внутри мессианской общины, молиться за Израиль, за спасение евреев, которые живут в земле, за общины в Израиле о верующих, потому что мы знаем, куда возвратится Ишуа. Мы знаем, что Он не возвратится, пока наш народ не воззовет к Нему. Поэтому мы учитываем и это измерение. Бог сказал, что в последние дни Он соберет нас в земле. Это все еще наша родина. Моя дочь переехала в Израиль буквально два месяца назад. Ей 19 лет. Это не было так, она проснулась в одно утро и решила мигрировать. Потому что мы учили наших детей любить землю Израиля. Это наша родина. Когда она решила поехать туда, мы не можем сказать, «О, нет, мы не хотим тебя отпускать, потому что это слишком опасно». Она исполняет библейское призвание. Может быть, в один день там будет место для меня и для моей жены. И свои пожилые годы мы проведем в Израиле. После того, как моя дочь устроится там и у нее будет своя семья. «Вы тоже едете?» Марселло говорит, что вы переезжаете. Поэтому у нас есть связь с землей Израильской. Мы единое целое с Израилем. Пятый пункт – вовлечение в еврейской общественности. Часто еврейское общество отвергает нас. Нужно найти способы, как можно к ним присоединиться. И существует много чего, что мы можем делать. Существуют клубы еврейской литературы, спортивные лиги. Какие события происходят в вашем окружении? Разузнайте, чем занимаются евреи. И если это представляет интерес и для вас, то и вы присоединяйтесь. У нас дома есть еврейская спортивная лига для детей. Моему сыну нравится спорт. Поскольку игры проходят в воскресенье, а не в субботу, как в большинстве других лих, то мы принимаем в ней участие последние несколько лет. Некоторые люди знают, что мы верующие. Мы не делаем акцент на проповеди. А на том, что наши дети вместе играют в спортивные игры. За последний год, в первой половине этого года, мы спонсировали бейсбольную команду. Поэтому большинство детей это лиги из ортодоксальных семей. Мы спонсировали команду. Наше имя было на форме игроков. Только наши инициалы. Потому это не было настолько очевидно, кто мы такие. Но директор лиги, еврейка, Которая нравится спорт, она знает нас. Через время родители детей из команды узнали, кто мы. Некоторые из них звонили нам. Некоторые из них были очень любезны и задавали вопросы. Мы не присоединились к лиге с целью евангелизации. Но поскольку наши дети любят спорт, и это хорошая возможность, поэтому мы вовлекли себя. Теперь к лиге присоединились еще несколько семей из нашей общины. А эту осень мы спонсируем футбольную команду. И два молодых человека из нашей общины будут тренерами этой команды. Суть в следующем. Мы принимаем участие в событиях, организованных еврейской общественностью. Не с целью евангелизации, но чтобы принять участие в общественной жизни евреев. Мы делаем то, что нам нравится. Строим взаимоотношения. Люди видят, что у нас нет рогов. Мы не сумасшедшие. Мы простые люди и любим наших детей так же, как и они. Поэтому, может, вы сможете найти что-то подобное. Или же появится возможность служить. Могут возникнуть возможности волонтерства в еврейских центрах. Вы можете пойти и спросить, не нужна ли вам моя помощь? Вы не только помогаете несколько часов в неделю, но также встречаетесь с людьми. И, конечно же, в разговоре может, они спросят, в какую синагогу вы ходите. И вы отвечаете. Вы даже удивитесь их реакцией. Может открыться дверь для возможностей. Хорошо. Продолжим. Шестой этап «Права преемственности». Во всем этом существуют две части. Во-первых, мы заявляем о своей вере. мы живем в своем еврейском призвании из-за убеждения в наших сердцах. А во-вторых, существуют возможности поделиться своей верой или же возможности позволить людям увидеть нас и, вероятно, заинтересоваться нами и начать задавать вопросы. Первое в списке «Права преемственности» это «Брит-Мила». Большинство евреев, по крайней мере, в еврейских семьях, подходит к «Брит-Миле». Брит-Мила — это «Обрезание». На восьмой день жизни мальчика обрезывают. Проводят специальную церемонию. Традиционно приглашают остальных членов семьи и друзей, чтобы стать свидетелями и затем отпраздновать. Это замечательная возможность пригласить наших неспасенных еврейских друзей и семью. Мы благословляем ребенка и они видят, что мы празднуем это «Право преемственности», этот «Завет обрезания». Затем идет «Бар» и «Бат-Митсва». Когда молодой человек или молодая девушка достигают возраста 13 лет. Ранее в ортодоксальном иудаизме проводили церемонию только для мальчиков, а теперь и для девочек. «Бар-Митсва» означает «Сын Завета» или «Сын Заповеди». «Бат-Митсва» — это «Дочь Завета». Где-то за год до того, как ребенку исполнится 13 лет, когда он или она начнут обучение и приготовление к этому дню праздничной церемонии «Бар-Митсвы». Они должны знать, как читать на иврите. Должны понимать, как изучать отрывок Торы. Кстати, Тора, Пятикнижие Моисея, разделено на 54 раздела, которые на иврите называют «парашот». Каждый шаббат читают один раздел. Это стандартный цикл, который означает, что вы можете пойти в любую синагогу в мире, где будут читать тот же раздел Торы. Мы смотрим, какой раздел приходится, на день бар или бат-митсвы. Какой раздел Торы на тот день. Вот что они начинают изучать. Они должны читать отрывок из Торы на иврите. Должны подготовить учение на основании этого отрывка Торы под названием «Мидраж». и также «Хафтара». «Хафтара» — это чтение из пророческих книг, которые параллельны отрывкам из Торы. «На опе бат-митсвы моих дочерей пришла вся моя семья, некоторые из них неверующие. Они пришли на служение, они слышали об имени Ишуа, слышали свидетельства людей, принимали участие в поклонении. Иногда они не очень комфортно себя чувствовали. Но я знаю, что они были удивлены, потому что бат-митсва была в добрых еврейских традициях. Наверное, они думали, что это будет похоже на служение в церкви. Дети в мессианских общинах, которые проходят свои бар-бат-митсвы, намного серьезнее детей из традиционных синагог. От них мы требуем намного больше подготовки. Это несет в себе подлинный смысл. И неверующие видят это, так как они посещают другие бар-митсвы, когда это просто ритуал. И где наиболее важная часть бар-митсвы — это вечеринка в конце дня. Местность, где проживаем мы, люди тратят тысячи и тысячи долларов на вечеринки для своих детей. Но сама бар-митсва и ее значение утеряна. Но снова мы, как верующие, знаем свое призвание. Мы знаем, что во всем этом есть смысл. Давайте пойдем дальше, к свадьбе. Это еще одна замечательная возможность. Церемония еврейской свадьбы, где мы можем указать на то, что Ишуа — это жених. Он является инициатором Нового Завета. Мы можем кратко упомянуть о Мессии на церемонии еврейской свадьбы. И снова друзья и члены семьи придут на свадьбу, где будет хупа, покров. И мы повторяем традиционную еврейскую церемонию с акцентом и фокусом на Ишуа. Также похороны. К сожалению, они будут у каждого. Поэтому на похоронах также существуют возможности чтобы дать надежду, которая есть у нас в будущем. Буквально пару месяцев назад была ситуация, когда пожилая мама одного из наших членов умерла. Где-то два года назад она молилась со своим сыном и приняла Господа. Она была совсем старой и не полностью понимала, что происходило. и мы верим, что Бог ответил на ее молитву. Она умерла. Сын попросил меня провести погребение. Пришла вся его семья. У него есть две взрослые дочери. брат, дяди и тети. Я спросил его, могу ли я рассказать о ее вере в Ишуа? Он сказал, конечно, да. И пока мы ожидали начала погребальной церемонии, его взрослая дочь вошла в комнату. ей где-то 30 лет. И она работает адвокатом, не верующая. И она зашла, чтобы убедиться, что мы упомянем только Ветхий Завет в молитве. и что мы не будем упоминать имя Иисуса. Поэтому я сказал ей, это зависит от твоего отца. Она ушла, и я спросил его, что ты думаешь по этому поводу? Он ответил, я доверяю тебе, это моя мама. Поэтому провели похороны очень по-еврейски, все еврейские молитвы. Я поделился моей надеждой в Мессию. Я поделился, что эта женщина молилась и приняла Ишуа как своего личного Мессию. И в один день она оживет. Это коснулось многих. Большинство членов ее семьи сделали мне комплимент. Конечно, его дочь не была счастлива. Это было так. Это очень хорошая ситуация, потому что он разрешил мне поделиться тем, чем необходимо было поделиться. У меня были и другие похожие ситуации. В еврейских семьях усопший был верующим. И они бы хотели, чтобы о их вере рассказали присутствующим на церемонии погребения. существует ли лучшая возможность, чем на похоронах свидетельствовать о Бешуа. «Были и те, которые не хотели бы делиться. Но проводя похороны в еврейском стиле, с еврейскими молитвами, затем люди спрашивали меня, «Что ты за раввин?» и я всегда рассказываю им. Они видят, что мы не обратились в другую религию, и что есть верующие вешуа евреи. Готовы? Мы говорили о некоторых общих традициях мессианской еврейской жизни. Следующий раздел конспектов «Традиционные молитвы». Помните, что каждая мессианская еврейская община отличается друг от друга. Некоторые из них очень традиционны, где используют традиционные молитвы. Есть и другие общины, где очень мало традиционных молитв, где присутствует более современный стиль поклонения. В большинстве еврейских общин присутствуют некоторые общие элементы еврейской практики. Например, Тора. мессианские мессианские мужчины носят талит и кипу. В большинстве мессианских еврейских общин используют некоторые традиционные молитвы. Используют некоторые традиционные молитвы. Там есть свиток Торы, также то, что мы называем служение Торы, где открывают ковчег и молятся традиционной молитвой. По общине идет процессия, затем выносят и читают свиток Торы. и обычно цитируют традиционные благословения. Тору снова помещают в ковчег. В конце служения Торы поют еще одну традиционную молитву. В большинстве мессианских общин читают молитву Шма. Из шестой главы Второзакония стихи 24-26 Шма и последующий отрывок который называется В.А. Хавта. В мессианской общине используют и другие традиционные молитвы. Некоторые общепринятые молитвы МАТО ВУ МАТО ВУ Она находится в Книге Чисел Это очень традиционная молитва которая начинается служение в синагоге. Также может быть АМИДА Традиционная молитва или же 18 благословений. В некоторых общинах поют АЛЕЙНУ обычно в конце служения. Обычно в большинстве общин завершают служение благословением Аарона. В большинстве общин присутствует учение из Торы или какая-то проповедь из Торы. В некоторых общинах играет музыка во время литургии. Они соединяют литургию современной мессианской еврейской музыкой. Обычная часть мессианского служения это танцы Давида, танцы. Которые начинались как народные танцы. в Израиле во времена пионеров и в ранние годы в мессианском движении. танцы как форма поклонения стали важной частью поклонения. В некоторых общинах есть танцевальные команды, которые дают танцевальные презентации в церквях и других местах. Обычно после служения во многих общинах проходит как мы называем Онег Шаббат, где есть какие-то закуски и в шаббатный день мы стараемся отдохнуть. Существует пункт в нашем списке обращения. Это огромнейшая тема и очень противоречивая. Поэтому я не буду давать ответ на этот вопрос. вы должны знать, что есть некоторые мессианские общины, в которых есть процесс обращения. Но большинство общин не верит в обращение, потому что в Новом Завете обращение происходит в нашем сердце язычникам, призванным быть частью мессианских общин. Обычно мы говорим оставайтесь там, где вы есть. Вашим сердцем вы присоединяетесь к общине. в традиционном иудаизме всегда существовала практика обращения. В наши дни во многих общинах очень много обращенных в иудаизм из язычников. В еврейских общинах их называют евреями по выбору. Ортодоксальное обращение намного сложнее. В некоторых реформистских синагогах это может быть только вопрос шестинедельного класса. В конспекте нет пункта миква. В христианском мире известный под названием крещения мы верим в погружение новообращенных. Каждая община делает это немного по-другому. поскольку мы живем недалеко от океана то нам нравится проводить микву в океане потому что это живая вода. Мы верим в полное погружение. мы знаем что в еврейской истории евреев зачастую принуждали обращаться в христианство и было это с помощью крещения. Поэтому слово крещение несет грязное плохое содержание в еврейской среде. Даже если происхождение этого слова еврейское, потому что корнями оно уходит ко времени левитов, которые должны были совершать церемониальное омовение перед тем, как они могли принести жертву. когда язычник обращался в иудаизм он должен был исполнить три вещи обрезаться, сделать жертвоприношение и пройти микву. пройти микву. Раввины говорили, когда вы проходите сквозь воды миквы, то это похоже на новое рождение. вы можете это увидеть в третьей главе Евангелия от Иоанна, когда Ишуа сказал Никодиму, что он должен быть рожден свыше, чтобы войти в царство. С этой терминологией Никодим был знаком, потому что он был ортодоксальным раввином. Это миква и обращение. Давайте продвинемся к следующему пункту. Сила Бога в мессианской еврейской практике. Мы верим, что сила Бога высвобождается, когда мы практикуем и следуем нашему мессианскому еврейскому призванию. есть определенные необходимые фундаментальные истины. Или же, другими словами, в нашей доктрине должна быть ортодоксия. существуют общие аспекты, в отношении которых мы должны согласиться. пример основополагающих истин. Слово есть истина, Слово Бога, Библия. Мы верим в божественность Ишуа. Мы верим в Его чудесное рождение, Его безгрешную жизнь, совершенную жертву через Его смерть. Мы верим в воскресение и возвращение Ишуа. И мы верим, что Бог спасет еврейский народ в конце времен. Мы верим, что есть только одно имя под небесами, которым мы можем спастись. Для спасения необходимо верить в Ишуа и Его жертву. также понимаем призвание остатка. Об этом мы говорили в первый вечер, просто сейчас я подвожу итог. Призвание остатка. первое, быть представителем всего народа в ходатайстве. Мы, как остаток Израиля, должны быть священническими ходатаями за весь народ. Как Бог обращается с людьми? Он смотрит на остаток, чтобы спасти всех. Например, Бог сказал, что если в Содоме наберется по меньшей мере десять праведников, то Он не будет судить. Десять праведников это праведный остаток, который сохранит всех. К сожалению, в Содоме не было и десяти праведников. но принцип в остатке который существует ради всех остальных. В каждом народе на земле Бог создал верный остаток и Бог сохраняет гнев для тех народов ради праведного остатка. Поэтому в случае с еврейским народом всегда существовал остаток верный Богу. в наши дни остаток увеличивается и его можно отличить от других и назвать людьми которые станут в проломе и эти люди это мессианское движение. Второй пункт в остатке исполняется непреложное призвание Израиля. Мы говорили о непреложном призвании и в контексте мессианского еврейского движения мы видим исполнение этого призвания так что неверующие еврейские общины не могут исполнить это потому что они не принимают новый завет. Третий пункт остаток это свидетельство Божьей верности Израилю. мы свидетельство благодати Бога что уже около двух тысяч лет существует группа узнаваемых евреев которые верят это свидетельство Божьей верности. четвертый пункт это свидетельство языческой церкви мы как мессианское движение свидетельствуем языческой церкви что Бог не завершил работу с Израилем что церковь не вытеснила Израиль и Бог хочет сотрудничать с церковью и мессианским движением чтобы принести спасение Израилю и возвратиться Ишуа поэтому очень важна роль остатка в нашем понимании мессианских общин также мы свидетельствуем еврейской общине что мессия еврей и вера в него не делает нас не евреями давайте перейдем к следующему разделу роль язычников это еще один громадный вопрос может вы слышали идею что существует два призвания язычников в общем все язычники призваны любить еврейский народ молиться за еврейский народ быть свидетелями еврейскому народу когда мы читали в 15 главе книги деяний язычники не обязаны становиться евреями поэтому они могут проявлять свою веру внутри культурного контекста своего народа как сказал Дэн Джастер христианство это мессианский иудаизм за народы поэтому в том культурном контексте в котором эти язычники поклоняются Богу это и будет проявлением их веры в этом культурном контексте и они будут поддерживать любить и молиться за еврейский народ есть еще одно призвание как и в истории с Руфь когда она присоединилась к Наиминь она не только уверовала в Бога Израиля но также присоединилась к израильскому народу и поэтому в мессианских общинах есть язычники с призванием Руфь когда они не только понимают что должны молиться и любить еврейский народ но они призваны находиться рядом с еврейским народом в мессианской общине и сотрудничать в видении мессианского еврейского движения мы должны быть очень четкими какое это видение поскольку существуют многие церкви они перенимают еврейскую выразительность и еврейский культурный аспект но из-за этого они не станут еврейскими мессианскими общинами в еврейских в еврейских мессианских общинах много евреев и также еврейское проявление веры в еврей и может прийти еврей и знать даже если он не верит в Ишуа что это место евреев в истории Израиля всегда были язычники которые присоединились к народу Израиля Возвратимся к 12 главе книги Исход когда народ израильский вышел из Египта там сказано что там были как евреи так и иноземцы Исход 12 глава 38 стих 37 стих и отправили сына Израилева из Рамсеса в Сакхоф до 600 тысяч пеших мужчин кроме детей затем и множество разноплеменных людей вышли с ними кто эти разноплеменные люди должно быть это египтяне которые поверили в Бога Израиля и они решили пойти вместе с Израилем может они увидели соседей израилетян или рабов евреев как они помазали косяки дверей своего дома и видели смерть первенцев египтян а первенцы израилетян выжили и в результате этого возможно многие из них сказали мы хотим пойти с вами им позволили пойти помните в 12 главе книги бытие когда Бог сказал Аврааму твои потомки станут благословением для всех народов земли это есть исполнение Бог любит народы и Израиль должен быть светом для народов и мы видим как это проявляется также в этом отрывке Бог позаботился о пришельце среди Израиля когда они обрезались они могли праздновать Пейсах тот же закон для Израиля и для пришельца что же мы видим возможность для пришельцев живших среди израильтян которые могли присоединиться к дому Израиля через обрезание когда мы посмотрим на историю Израиля то видим многих праведных язычников присоединившихся к израильтянам как Раав которая услышала о том что сделал Бог избавивший Израиль и уничтоживший египтян Раав присоединилась к израильскому народу в соответствии с еврейской традицией она вышла замуж за Иисуса Навина я не знаю насколько это правда но так говорят традиции она принадлежит родословно израильтян их сын Боаз женился на Руфь которая стала бабушкой Давида и предком самого Ишуа поэтому мы видим снова и снова эти язычники присоединившиеся к народу Израиля и Бог благословил их из-за их верности и посвящения во всей еврейской истории по крайней мере в библейские времена иудаизм был известен как евангелистическая религия думаю что мы говорили об этом вчера и в евангелиях есть стих где Ишуа упрекает фарисеев он сказал вы обходите весь мир чтобы обратить хотя бы одного и затем вы делаете его сыном дьявола как и сами мы понимаем что они пытались достичь другие народы и Ишуа упрекал их потом на этого новообращенного они возлагали все бремя устного закона законов и постановлений суть в том что это было общепринято и известно всем что религия евреев искала новообращенных мы знаем что в первом веке было два вида обращенных первая группа боящиеся бога мы уже читали о корнилии он был назван боящийся бога мог посещать синагогу но не мог принести жертвоприношение в храм затем была еще одна категория язычников которые назывались праведные язычники они обрезывались и их считали наравне с теми в Израиле кто родился евреем когда Павел Равин Шауль шел в синагоги мы знаем что несколько раз это возмущало еврейских лидеров в синагоге одна из причин поскольку Павел поощрял язычников следовать за Ишуа без необходимости обрезываться что злило еврейских лидеров потому что язычники были потенциальными новообращенными которые обрежутся принесут жертвоприношения и так далее и теперь Павел говорит им вам не надо обрезываться все что вам нужно сделать это верой принять Ишуа поэтому это злило еврейских лидеров и они противостояли Павлу в наши дни в мессианских общинах как мы сказали ранее есть много язычников и это нормально но это создает некоторые трудности одна из трудностей когда еврей входит в мессианскую общину то он может сказать там евреи или не евреи в большей части они могут отличить например собака вы берете ее на прогулку независимо от ее породы собака почувствует нюхом другую собаку если вы идете с немецкой овчаркой и проходите мимо немецкого пуделя эти две собаки знают что и та и другая это собака они могут почуять это также они знают если мимо них пройдет кошка потому что они знают это не собака таким же образом когда еврей входит в мессианскую общину хотя другие евреи выглядят по-другому но нос еврея может учуять другого еврея его нос может почувствовать нееврея но если мы говорим что мы община собак но на самом деле мы община котов когда входит собака они поймут что мы не собаки а коты это понятно если только пару котов то все нормально это часть проблемы потому что за последние 15-20 лет рост мессианских общин в большей мере состоял из языческих верующих которые приходят из церквей начинают жить еврейской жизнью и во многих случаях они ведут себя более по-еврейски чем сами евреи еврей который видит язычника ведущего более еврейский образ жизни то для него это выглядит немного странно некоторые люди в мессианском движении языческие верующие одевают черные шляпы носят цицит и бороды с первого взгляда можно сказать что это ортодоксальный еврей поэтому это становится очень странным таким посланием для обычных евреев и для языческой церкви так как дает повод в обвинениям в иудеизации и легализме мы должны это знать и балансировать истину и реальность язычников которые на самом деле были призваны быть частью мессианских общин и те которые присоединились из-за неправильных мотивов некоторых христиане пришли в нашу общину потому что им нравилось поклонение или потому что им понравилось учение или же атмосфера в нашей общине это не самые лучшие причины вступления в общину не поймите меня неправильно мы открыты принимать всех гостей но чтобы кто-то стал членом нужно убедиться что этот человек призван быть частью общины что он понимает видение готов идти рядом и поддерживать видение а не приносит собственное что произошло за последние 10-15 лет так как намного легче привлечь христиан из церкви в общины чем достичь евреев для ишуа и привести новообращенных поэтому мы хотели бы сделать акцент наш акцент должен быть на достижении евреев и язычники присоединяющиеся к общине могут играть очень важную роль в этом видении одна из самых значительных вещей которую может сделать язычник чего не могут сделать евреи очень часто языческий верующий может говорить с евреем о своей вере и тот не почувствует угрозы у нас часто бывал такой опыт языческого верующего который смог привести еврея и этого бы не получилось с верующим евреем как только еврей будет открыт и заинтересуется он захочет поговорить с другим верующим евреем я знаю из моего личного опыта у меня не было никаких проблем с христианами которые делились со мной своей верой потому что я еврей мне все равно но я даже не хочу слышать о верующих евреях потому что в моем разуме они были предателями со временем бог начал действовать в моем сердце затем я захотел поговорить с верующими евреями вот почему я пошел в мессианскую общину и стал верующим поэтому мы нуждаемся в языческих верующих мы хотим убедиться что они на самом деле призваны также у нас есть много друзей из верующих язычников из церквей есть некоторые церкви дружественно настроенные по отношению к мессианским общинам поэтому у нас есть возможность проповедовать в этих общинах и учить людей в церквях каким образом достигать своих еврейских друзей и близких это очень важное служение как я сказал ранее нам нужны языческие церкви которые бы сотрудничали с нами в ходатайстве в любви смирении и достижении евреев когда евреи открыты то не приводить их в церковь но привести в нашу мессианскую синагогу где они встретят других верующих евреев и начнут понимать свое непреложное призвание и что значит быть евреем и верить в мессию аминь в мессию в мессию в мессию в мессию